Живые экспонаты, продолжительность их жизни несколько дней, размах крыльев достигает до 30 сантиметров. В Изомузее состоялась выставка тропических бабочек. На красоту любовалась Любовь Мартинкевич. Большие и маленькие, экзотические, тропические – все это можно сказать о крылатых насекомых. Их в этой палатке сотни. Одни летают, другие уже завершают свой жизненный путь, а третьи только должны родиться. Появляются на свет вот из этих куколок. Это куколка самой большой бабочки в мире Атакус Атлас. Она собирает себе вот такой интересный домик из шелка. В Индии их используют как кошельки. Куколок он очень большой, используют как кошелек и вообще размачивают, распускают, делают шелк. Самое настоящее. Атакус Атлас по-другому называют «змейная голова». Размах ее крыльев достигает 30 сантиметров. Жизнь бабочки недолгая, в среднем около двух недель. Продолжительность жизни этой бабочки – 7 дней. Затем она превращается в экспонат коллекции. Кормят их апельсинами и сладкой водичкой. В шатре искусственным способом поддерживается влажность в воздухе. Голубая морфа, или как ее еще называют кусочек неба, упавшего на землю, считается священной, по поверьям индейцев. Они их заманивают к себе, загадывают желание и отпускают. Эта бабочка считается ядовитой. Ее яркая брюшка предупреждает об опасности. Поэтому птицы таких не едят. На человека их яд не действует. Все крылатые насекомые привезены в Караганду по почте в специальных контейнерах из Филиппин, будучи еще в коконах. Стоимость одного экспоната – 12 долларов. Посмотреть на летающую красоту можно будет в изо-музее. Вход платный. Любовь Марсинкиевич, Диас Нурмуханов, Артем Ковалев, 5 канал.